здравствуйте уважаемые зрители канала полезные советы из ссср меня зовут татьяна и в этом видео я предлагаю вам прослушать две статьи из сборника полезных советов и рецептов для всех петра мелодиново издание 1988 года статьи называются стирка изделий из шерстяных материалов и стирка изделий из натурального и искусственного шелка стирка изделий из шерстяных материалов так как 6 чувствительно к щелочным веществам соде мылу содержащим соду препаратом изделия из нее стирайте с помощью нейтральных стиральных препаратов при стирке изделий с непрочной окраской добавьте в стиральный раствор небольшое количество уксуса он закрепляет краску для усиления моющего действия добавьте стиральный раствор хлористый натрий поваренную соль при отсутствии специальных синтетических стиральных препаратов для стирки можно применять и обыкновенное мыло растворенное в смягченной воде на 1 литр воды добавьте 3-4 столовые ложки аммиачного раствора при этом мыло должно быть столько чтобы после отжима выстиранных шерстяных изделий раствор снова пенился при размешивании температура воды для стирки и для первого полоскания в смягченной воде не должна превышать 40 градусов цельсия шерстяные изделия не трите и сильно не отжимайте после окончательного полоскания в теплой воде изделия разложите на полотенце придавая ему правильную форму и сушите в тени темные шерстяные изделия никогда не стирайте вместе со светлыми так как темные ворсинки перейдут на светлую одежду и их трудно будет удалить изделия из ангорской шерсти стирайте отдельно для них приготовьте специальный раствор на 8 литров теплой воды 4 столовые ложки стирального препарата вещи погрузите в этот раствор и слегка пожмите после этого выпала щите их несколько раз в большом количестве теплой воды и чуть-чуть отожмите подсушите вещи между двумя полотенцами а затем развести на сухую ткань после полного высыхания изделия расчешите сухой и чистой щеткой чтобы она вновь стала пушистым шерстяные чулки стирайте с лицевой и изнаночной стороны сильно не трите вода должна быть прохладной в ней растворите натертое мыло или стиральный препарат после стирки чулки тщательно выпалащите в прохладной воде слегка отожмите и не вытягивайте сушите их в тени подвешивая за носки прищепками ворсистые шерстяные носки перед стиркой замочите на несколько часов в холодной воде после чего стирайте в горячем растворе натертого мыла прополощите их в теплой воде затем оставьте еще на несколько часов в прохладной воде гладьте влажными чтобы сохранить форму стирка изделий из натурального и искусственного шелка для стирки изделий из натурального шелка наиболее подходящими являются нейтральные или слабо щелочные стиральные препараты моющий эффект которых проявляется оптимально при невысокой температуре выстиранные изделия слегка отожмите при стирке изделий из вискозы и медно-аммиачного шелка не трите их а слегка отжимайте стиральный раствор должен быть нейтральным или слабо щелочным температура не выше 40 градусов цельсия для стирки трикотажных изделий из искусственного шелка по возможности используйте натертое высококачественное мыло при этом 30-40 граммов мыло растворите в пяти литрах смягченной теплой воды температурой примерно 30 градусов цельсия которую добавьте 4 столовые ложки аммиачного раствора перед стиркой изделия замочите положите их вначале в прохладной смягченной а затем один-два раза в холодной воде при отжиме изделия не выкручивайте сушите их в тени если изделия из искусственного шелка имеют непрочную окраску платки шарфы и другие целесообразно для стирки вместо мыла употреблять синтетические стиральные препараты слабые растворы стирайте аккуратно слегка отжимая изделия получите сначала в теплой а затем два-три раза в холодной воде в последнюю воду добавьте немного уксуса конец статьи если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на канал если вы еще не подписаны и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео а в следующем видео я зачитаю статью под названием отбеливание текстильных изделий благодарю всех за внимание и до следующей встречи на канале полезные советы из ссср